400 тысяч в салоне машины и еще 190 на троих. Именно столько заработали, а точнее похитили у жительницы Энгельса подозреваемые. Они даже шутят. Говорят о том, что искали утечку газа, а нашли деньги, припасенные на черный день 80-летней пенсионеркой. Зашли к бабушке. Зашли мы втроем. Я зашел последний. И забрал у нее деньги с сумки, которая висела на стуле в зале. В зале, ну в комнате в общем. Кем приставились? Сотрудниками газовой службы. Злоумышленники регулярно наведывались к старикам, проживающим в Саратове, Энгельсе и ряде районов области. Лжегазовики работали по проверенной схеме. Злоумышленники, представляясь сотрудниками аварийной газовой службы, облачившись в соответствующую спецодежду, проникали в дома и квартиры потерпевших под видом проверки газового оборудования. Один из подозреваемых делал вид, что проверяет исправность газовых клик на кухне. Второй отвлекал внимание жертвы. А третий совершал хищение денежных средств и ювелирных украшений. Задержанные могут быть причастны к совершению 15 эпизодов краж. Но та уверенность и спокойствие, с которым они об этом рассказывают, глядя на изъятые у них деньги стариков, вряд ли имеют что-то общее с раскаянием. Вопрос глупый, философский. Вас совесть никогда не мучила? Мучить. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных. Если вы или ваши близкие пострадали от действий злоумышленников, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефону 99 59 29 99 59 24. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.